В Чувашии подходит к концу неделя защиты персональных данных. Организаторы этой акции – Мининформполитики Чувашия и Управление Роскомнадзора. Тематические мероприятия прошли на различных площадках. Одной из них стал Кооперативный институт. В ближайшие 15-20 лет большие данные, в том числе персональные, будут действительно одним из двигателей, одним из финансово-емких инструментов, которые будут иметь ход в экономике. Будущее за цифрой и цифровая безопасность – актуальная тема последних лет. Как обезопасить себя в интернете? Что такое фишинговые сайты и какие цифровые следы мы оставляем? Обо всем этом специалисты рассказали студентам. Вот этот сайт посещали из следующих стран. Естественно, проваливаясь в каждую страну, мы можем детализировать вплоть до адреса практически того объекта, с которым мы выходили. В республике принимают ряд мер для обеспечения защиты персональных данных. Чтобы завести аккаунт, на портале госуслуг необходимо личное присутствие. Вот так работает единая система идентификации и аутентификации, или ЕСИА. Ее условно можно назвать электронным паспортом, и пока она действует только на сайтах госуслуги и российско-общественной инициативы. Начиная уже с 2 квартала следующего года, 18-го года, всех информационных систем в Чувашской республике, государствах, я подчеркиваю, будет четкая авторизация только с помощью ЕСИА. Единая система идентификации и аутентификации пользователей. Другое направление – создание закрытого российского сегмента сети интернет Роснета. Его запустят в январе следующего года и к нему подключат все государственные информационные системы. Еще один пункт – блокировка запрещенных сайтов. Один из промежуточных итогов совместной работы – подписание кодекса добросовестных практик. Его участники – операторы баз персональных данных, которые должны обеспечивать безопасное информпространство в сети интернет, а также формировать культуру поведения среди пользователей. Такой документ уже приняли в ряде регионов страны.